Всем привет! Компания BID и самый крупный в Китае агрегатор такси DD выпустили идеальное авто для таксистов и сервисов каршеринга. Электромобиль BID D1 предназначается для использования в коммерческих целях, обеспечивает пассажирам удобную посадку и высадку. Давайте познакомимся с ним поближе. Кстати, на нашем канале уже есть большая коллекция обзоров на автомобили марки BID. Ссылку на BID E2 вы сейчас видите на экране. По формату BID D1 похож на пятидверку Volkswagen ID.3. У них одинаковые пропорции и даже определенные дизайнерские решения. К таковым относится провисающая линия под окнами, хотя у авто из Китая это только имитация, созданная посредством темной краски. При этом BID D1 немного больше Volkswagen и имеет следующие габариты. Длина 4390 мм, ширина 1850 мм, высота 1650 мм, колесная база 2800 мм. Основная особенность электрокара – сдвигающаяся задняя дверь с электроприводом по правой стороне, как у минивэнов. С левой стороны находится обыкновенная распашная дверь. Производитель проектировал салон, стараясь создать как можно больше пространства. Например, сидящие сзади пассажиры точно заметят ровный пол и много свободного места для ног. Кроме большого сенсорного экрана мультимедиа на 10 дюймов, в салоне есть маленький дисплей вместо приборной панели. Производитель гордится тем, что все материалы отделки выбраны с расчетом на высокую износоустойчивость. С такой же целью сидение имеет повышенную жесткость, если сравнивать с другими авто. На мультируле предусмотрена особая клавиша DDK. Нажимая на нее, водитель может принять заявку голосом, чтобы не отвлекаться на смартфон. Производитель прагматично подошел к оснащению машины. Предусмотрен обогрев, кондиционер и электрические стеклоподъемники. Из помощников для водителя можно отметить круиз-контроль, систему автоматического торможения, парктроники и камеру заднего вида. Безопасная езда обеспечивается системой распознавания лиц и встроенным регистратором. Если водитель грубо нарушает ПДД, он потеряет право на прием заказов. От агрессивных пассажиров водителя защитит скрытая клавиша экстренного вызова помощи. BID-D1 оборудован электрическим синхронным мотором на постоянных магнитах мощностью 136 лошадиных сил. Под полом находится литий-железо-фосфатная тяговая батарея на 54 кВт-часа. По заверению производителя, электрокар может проехать без подзарядки 418 км. Максимум на BID-D1 можно разгоняться до 130 км в час. Интересно, что BID-D1 пока не имеет даже зачатков автопилота. Разработчики посчитали бессмысленным тратиться на адаптивный круиз-контроль. Но уже в 2025 году партнеры обещают первый автомобиль D-серии с полноценным автопилотом, а к 2030 году совместная гамма будет полностью состоять из беспилотников. Первая партия электромобилей BID-D1 уже пополнила парк компании DD. Эти машины будут использовать не только для каршеринга, но и в такси. Постепенно модели D1 начнут появляться и в розничных продажах. Цена автомобиля составляет 20 000 евро. А на этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам данный электромобиль и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что за электромобилями будущее. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok